Перевернутая газель. Результат аварии на опасном перекрестке улиц Кирова-Луначарского. Всего с 5 по 15 марта в Армавире произошло 74 дорожно-транспортных происшествия. 9 марта на 157-м километре автомобильной дороги М4 Дон водитель автомобиля ВАЗ Ларгус превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ. Два пассажира легковушки были госпитализированы. К сожалению, от полученных травм один скончался. 10 марта на улице Ефремова, 146, водитель автомобиля ВАЗ-2104 решил проскочить на красный, врезался в «Шевроле-Авео» и оказался на больничной койке с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ребра. 14 марта на улице Розы-Люксембург водитель автомобиля «Тойота Тундра» нарушил правила дорожного движения и также спровоцировал аварию. На нерегулируемом пересечении неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству мопеду «Орион-50», в результате чего допустил с ним столкновение. В аварии пострадал водитель мопеда, который с травматическим шоком второй степени, закрытыми переломами ребер и бедра, был госпитализирован в городскую больницу города Армавира. С начала марта сотрудники ОМВД по городу Армавиру выявили три поддельных банкноты достоинством 5000 рублей. Пресекли 14 фактов хранения наркотических средств и составили 24 административных протокола за незаконное хранение оружия. На оптике вновь появились мошенники. Мужчины предлагали поставить пластиковые окна в подарок. Такой сигнал поступил на горячую линию РЕН-ТВ Армавир. О подобных случаях надо незамедлительно сообщать в полицию. Уважаемые жители города Армавира, если к вам приходят неизвестные лица и предлагают приобрести товар по заниженной цене, не стоит спешить совершать покупку. Как правило, это является уловкой злоумышленников. Если все же в отношении вас совершено преступление, об этом незамедлительно сообщайте водилам ВТРСИ по городу Армавиру по телефону 3202 либо 102. Жители многоквартирного дома по Новороссийской 74 жалуются на состояние асфальта во дворе. А вот так выглядит после дождя переулок Азовский 79. В этом году на ремонт дорог запланировано потратить 40 миллионов рублей. Деньги выделены и на грязирование периферийных улиц. Свои заявки необходимо направлять в управление жилищно-коммунального хозяйства по телефону 38392. По улице Розы Люксембург отремонтировали сквер, а вот про площадку для мусорных баков забыли. В этом случае следует обратиться к квартальной или руководителю ТОСа. Фасад северной гостиницы нуждается в реконструкции. Это лицо города, напоминают армавирцы. Гостиница находится в частной собственности. И за состояние фасада отвечает владелец. 13 марта по улице Тургенева 296-1 из крана текла грязная вода. Никаких жалоб от жителей этого микрорайона в диспетчерскую Курганинского группового водопровода не поступало. В таких случаях по звонку граждан по телефону 3-32-42 на место тут же выезжает лаборатория. В настоящее время ситуация нормализовалась. Много звонков с начала марта поступило на горячую линию РЕН-ТВ Армавир. К онкологическому центру трудно подъехать инвалидам. 28 маршрутка ходит, но останавливается очень далеко. Все пожелания по работе общественного транспорта необходимо направлять в управление транспорта и связи администрации города по телефону 3-13-43-3-79-12. По улице Халтурина, расположенной между улицами Ковтюха и Туапсинской, нет освещения. Жильцы сами попробовали установить фонарь, но его обязались снять и подключить через электросчетчик, что вполне правомерно, потому что в городе не должно быть неучтенной электроэнергии. Жители многоквартирного дома по адресу Шмидта, 9, получили предписание поменять уже установленные электросчетчики. По данному вопросу отправлен официальный запрос в армавирский филиал компании НЭСК Электросети. Почтальон Вера Владимировна работает в северном микрорайоне и не может пройти мимо беспомощной пенсионерки, которой необходимо навести порядок в квартире. В Армавире действуют комплексные центры социального обслуживания населения «Надежда», куда можно обратиться в подобных случаях по телефону 537-76. По всем вопросам, требующим юридической консультации, пользователи портала городармавир.ру могут обратиться в рубрику «Спроси адвоката». Но на горячую линию Армавирсу отправляют не только жалобы. Пациенты стоматологической клиники, расположенной по улице Чичерина, благодарят врача Аванесян за профессиональные отношения и добрые руки. А жители мясокомбината добрым словом вспоминают семью Плохатниковых, которые по своей инициативе ухаживают за детской площадкой в районе лесхоза. В начале марта представители общественной организации «Кубанское братство» имени Александра Невского с гуманитарной миссией посетили Донецкую и Луганскую народные республики. Передали медикаменты и средства по уходу за больными для военного госпиталя. Посетили храм, куда привезли продукты питания, детскую одежду и другие предметы острой необходимости. Гуманитарные поездки представители братства организуют раз в 2-3 месяца. Желающие оказать поддержку жителям Донбасса могут обратиться по телефону 8 928 283 66 55. Армавирские каратисты заняли весь педестал почета в Лобинске на открытом первенстве по Киокусинкай. Лучшими оказались Даниил Суетнов, Андрей Мельник, Карла Старвердян и Панкова Елизавета. Юниоры заняли первое, второе и третье места. Наши теннисисты одержали победу на открытом чемпионате Южного федерального округа, который проходил в Сочи. Воспитанница спортшколы-лидер Юлия Кизельбашева в паре с Артемом Доценко из Краснодара заняла второе место. А мы напоминаем, что на портале городармавир.ру продолжается фотоконкурс «Счастливы вместе». Присылайте ваши фотографии и лавстори и выигрывайте призы. Прием фотографий завершится 20 марта в 12 часов. Лариса Юровская, Артур Коржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Редактор субтитров А.Семкин